МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В зале зарестровано 267 народных депутатов Украины. Пленарное заседание Верховной Рады Украины оголошу открытым. Дмитрий Разумков в последний раз открывает заседание парламента. Заявляет, принимать участие в голосовании за отзыв себя же с поста председателя Верховной Рады не будет, чтобы избежать конфликта интересов. И на время рассмотрения этого вопроса обязанности спикера передают нардепу отманобольшинства Даниилу Гетманцеву. И он все же занимает место в президиуме, вопреки сопротивлению Разумкова. Первым к трибуне выходит первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко. К Дмитрию Разумкову у монобольшинства накопилось много вопросов. Как так сталося, что в Верховной Раде начало працювать принцип «друзям та собі все», а ворогам – «регламент». Врешті-решт, наш парламент перетворився на гальмо для реформ нашего курса, курсу президента. Чи є ворогом України Віктор Медведчук? Чи є ворожими наластованими до України проросійські телеканали 112, ZIC, News One, сайти «Страна.юей»? Чому ви не підтримували санкції проти всіх цих вищевказаних осіб на Раді національної безпеки та оборони? Ми знаємо, яку країну будуємо ми. Ми будуємо країну сильну, яка бореться з ворогом. І ми точно за Україну, яка має перемогти ворога зовнішнього вигляді агресора Російської Федерації і внутрішнього вигляді п'ятої колони, олігархів, бідності, корупції. В ответ Дмитрий Разумков сипєт обвиненнями в адрес бывших соратників, мол, це вони забыли о принципах, з которими проходили в парламент. Якщо ми повернемось до принципів, то принцип демократії, з яким ми йшли, право народу, став принципом влади більшості. Принцип закон один для всіх став принципом друзям все, ворогам закон. А принцип, що офшори для влади гоньба, став принципом нічого страшного у кожного ФОПа не є. Решающее голосование і 284 голоса «За». Отзыв Разумкова підтримували не тільки представители МОНа большинства, но і нардепи від оппозиції. Ми прийшли до Разумкова і одразу сказали, Дмитрий Олександрович, ми будемо голосувати за вашу підставку, тому що ми розуміємо, що іншого шляху прискорити кінець цієї влади, ніж парламентські дострокові вибори, немає. Ваша відставка – це наближує. Ми не бачимо тут ніякої трагедії. Дмитрий Олександрович – це дуже поважна людина, яка сьогодні керувала Верховною Радою. Є проблеми, але Дмитрий Олександрович багато користів українцям принесе, знаходячись просто в залі як депутат. Після відставки спікера фракції тут же уходять на совіщання, щоб определитися со своїми кандидатами на вакантне кресло. Уже после двух часов дня в зале звучат имена пятерых выдвиженців. Алексей Гончаренко і Яна Зинкевич від «Евросолідарності», Ярослав Железняк від «Голоса», внефракціонний депутат Геолерос і Руслан Стефанчук від фракції «Слуга народа». А вот на должність першого замістителя в монобольшинстві предлагають Александра Корнієнко. Якщо кресло спікера зовет Руслан Стефанчук. Я думаю, голоси там і так знайдуться. Пан Стефанчук був непоганим першим заступником пана Разумкова. Але враховуючи те, як відбувалося сьогодні з грубим порушенням зняття голови парламенту, мені здається, що голосувати за це – ні. Я думаю, що це хороші кандидатури. І справді для мене важливо було те, що ми зараз повинні в короткий строк нести зміни до регламенту. Ми повинні провести реформу апарату Верховної Ради. Ми повинні зробити тут канал Ради. Є реформа телеканала Ради. У нас, бачите, єдинство є. І за якимсь рідким виключенням фракція монолітно голосує. Сьогодні п'ять кандидатов успіли только представити свої программи. Однак, імя нового председателя парламента стане звісно лише завтра. Лариса Зубенко, Олександр Бугай. Новости України. Дякую. 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 В России они и не раз сталкивались с угрозами со стороны Федеральной службы исполнения наказаний. А уже в июле Роскомнадзор заблокировал сайт проекта. Николай Старков, Новости Украины. Шпионили в пользу России и за это и поплатились. Разведданные НАТО подтвердили. 8 сотрудников миссии РФ при Альянсе – тайные сотрудники российской разведки. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, именно на основании полученной информации были отозваны аккредитации и принято решение о высылке россиян. Напомню, накануне СМИ сообщили о решении НАТО вдвое сократить российскую миссию при Альянсе. Мы отозвали аккредитацию восьмерых участников российской миссии в НАТО, которые не сообщили, что являются офицерами российской разведки. Это решение не связано с какими-то конкретными событиями, но уже некоторое время мы наблюдаем рост злонамеренной деятельности со стороны России. Мы должны быть бдительными. Мы видим, что эти участники миссии ведут деятельность, которая не согласуется с их аккредитацией. Безопасность в Черном море, квартиры для крымских татар и военно-техническое сотрудничество. Эти темы сегодня обсудили во Львове министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Турции Мевлюк Чавушаглу. Встречу посвятили перспективе украинско-турецкого сотрудничества в сферах политики безопасности, торговли, оборонной промышленности, энергетики и инфраструктуры. О чем удалось договориться узнавали наши корреспонденты. Квартиры для крымских татар, которые вынуждены были бежать из оккупированного Крыма на материковую часть Украины, начнут строить уже в этом году. При поддержке правительства Турции жильем обеспечат полтысячи семей. Мы будем продолжать прилагать совместные усилия для обеспечения прав крымских татар в суверенной стране. И мы будем продолжать работать над проектом по строительству жилья для крымских татар. И еще в этом году приступим к строительству. Еще одна важная тема – сотрудничество в оборонной сфере. В частности, производство в Украине турецких беспилотников в рамках совместного проекта «Байрактар». И эту помощь в борьбе со стихией Турция, послал министра иностранных дел, оценила по достоинству. Я хочу в вашем присутствии еще раз поблагодарить за поддержку в тушении лесных пожаров, возникших на моей родине, в Анталии и других регионах. Мы никогда не забудем о проявлении этой солидарности. В условиях оккупации России, Крыма, вопрос безопасности в Черном море в списке первоочередных и для Украины, и для Турции. Мы единственным в том, что в Черном море нужно обеспечить баланс, баланс безопасности и баланс интересов. И Черное море не должно быть простором для агрессивных действий в нижней из Украины. И для достижения этой меты Украина и Турция должны тесно сотрудничество. Сегодняшние переговоры – это подготовка к 10-му заседанию Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции, который пройдет в конце января следующего года в Киеве. Стратегическое партнерство между Украиной и Туреччиной сегодня находится на высшей точке развития за последние 30 лет. Он предусматривает обмен опытом профильных специалистов. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Новости Украины. Утеплили и отремонтировали. В рубежном Луганской области после реконструкции открылась детско-юношеская спортивная школа. Там могут заниматься более 500 юных спортсменов. Деньги выделил Европейский инвестиционный банк в рамках проекта «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины». Это более 9 миллионов гривен. Как теперь выглядит школа, видела Анастасия Волкова. Даша занимается гимнастикой уже 11 лет. Она кандидата в мастера спорта Украины и многократная чемпионка Луганской области. Когда вернулась к занятиям в родную спортивную школу, помещение не узнала. Здесь еще изменился спортзал весь. «Капитальный лимон» провели нам очень хороший. Современные раздевалки, санузлы. Провели отопление, покрасили все. Спортивная гимнастика и легкая атлетика в этом зале занимаются около 100 детей. А во время соревнований зал используют все воспитанники спортивной школы. А их тут более 600 человек. Очень все было рыхлое, разрушенное. Такое старенькое. Старые снаряды, старые стены были, блин, холодно. Вообще прям, ну, заниматься было очень в кофтах, в свитерах невозможно было. Во время ремонта здание утеплили, отремонтировали кровлю и заменили полы в тренировочном зале. Не было этих прекрасных раздевалок душевых. Не было этого ковра, окон. То есть все было не очень, скажем так, мягко говоря. Здесь были синие стены, ужасные санузлы. Нам сделали хорошие санузлы, там евроремонт. Очень приятно, когда для наших детей делается что-то. Отдельное внимание системам отопления, вентиляции и кондиционирования большого спортивного зала. Это современную систему вентиляции и кондиционирования. Она и подогревает воздух, она фильтрует воздух. То есть дети дышат чистейшим воздухом, специальная система фильтрации, забор воздуха, рециркуляция. То есть по самому последнему современному условию техники все сделано. Ремонт детской юношеской спортивной школы стал одним из 246 украинских проектов, финансирование которого поддержал Европейский инвестиционный банк. И одним из 40 по Луганской области. Проекты отбирались по таким критериям, как поддержание и создание преимуществ для местного населения, в том числе для внутренне перемещенных лиц. Мы отбирали проекты, которые улучшают инфраструктуру. И это включало и реконструкцию, и ремонт школ, больниц, создание жилья для внутренне перемещенных лиц. Наша мета – сделать для детей все возможности для комфортного занятия спортом. Также на областном и городском уровне пообещали найти деньги для покупки новых гимнастических снарядов и обновить в школе материально-техническую базу. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов, Новости Украины. 35 лет донорского стажа. Харьковчанин Владимир Бунин – единственный в области донор, который сдал кровь почти 250 раз. Говорит, что даже не подозревал, скольким людям пригодилась его кровь. О доноре со стажем Наталья Белокудря расскажет. Владимир Бунин работает охранником. Несколько десятков раз в год мужчина отпрашивается с работы. По важной причине. Он донор. Регулярно сдает кровь и плазму. В регистратуре Харьковского областного центра службы крови Владимира знают больше 30 лет. Он у нас донор с 99-го года. За это время он сдал 249 раз. У него редкая группа крови, четвертая положительная. Впервые стал донором еще в армии после Чернобыльской катастрофы. Затем уже в Харькове посчитал в среднем за год пять раз давал кровь и 20 раз плазму. Карточка номер пять. Такой точно нет ни у кого ни в Харькове, ни в области. Потому что в карточку фиксируется каждая сдача. И когда она заканчивается, она идет в архив, заводится новая. Ну тут у меня уже пятая. Вадимир рассказывает, как за три десятилетия изменились условия в центре крови. Тут есть хороший аппарат. Вот так ручку ложишь, и он тебе давление оговорит. У меня сейчас больше настроение ностальгии. Только прошло, вот как раньше было. Раньше все было по-другому. На сегодняшний день в Харьковском центре крови более пяти тысяч постоянных доноров. Именно они первыми откликаются на призыв о помощи и обеспечивают 40% всех донаций. А кровь вакцинированных от коронавируса, которая содержит высокий титр антител, собирают отдельно, чтобы в случае необходимости поделиться с теми, кто в ней нуждается. Мы сейчас всю донорскую кровь обследуем на антитела COVID, иммуноглобулины M и G. То есть есть они в крови или нет. Плюс к этому плазму от этих людей, у которых высокие титры, мы ее отдельно храним. У нас такой запас есть, чтобы вы понимали, где-то порядка 700-800 литров плазмы с хорошим титром антител мы храним. В этот раз в операционном зале, где берут кровь и ее компоненты, Владимира ждали с подарками. Здесь и самый преданный его поклонник – сын Эдуард. Он тоже регулярно сдает кровь. Вы ее собираетесь и дальше сдавать? Конечно. Пока батю не перебью, по сдачам. В Харьковском областном центре службы крови надеются, что Владимир Будин все-таки получит государственную награду звания «Заслуженный донор Украины». Наталья Белокудря, Андрей Домовой. Новости Украины. С пожеланием крепкого здоровья и отзывчивых людей рядом я прощаюсь с вами до следующего выпуска новостей. Их всегда можно посмотреть в соцсетях. Берегите себя и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok